Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 76 за выходные. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? День памяти и скорби. В России почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. В территории европейского уровня, в провинциальном городе, в Сарове создаются новые архитектурные пространства. Далее расскажем обо всем подробно. 183 тысячи человек за сутки. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рекордный прирост зараженных новым типом коронавируса. Всего в мире уже зафиксировано 8 миллионов 700 тысяч больных COVID-19. Наибольшее количество новых случаев приходится на Северную и Южную Америку. В Бразилии 55 тысяч новых инфицированных. В США 37 тысяч. Для Бразилии эта цифра рекордная за все время пандемии. Очаг распространения инфекции в стране – юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица. В России число новых случаев заражения снижается. По состоянию на 22 июня в России зарегистрировано 7600 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. За минувшие сутки умерли 95 человек. Это минимальное значение почти за месяц. Всего с начала эпидемии в стране жертвами болезни стали 8206 человек. Вторая волна коронавируса в стране может начаться осенью. Такой прогноз изданию УРАРУ дал иммунолог Виталий Зверев. При этом он считает, что серьезных ограничений за коронавирус уже не будет, так как люди к нему привыкнут. Большое число людей переболеет бессимптомно. Наличие иммунитета к коронавирусу проверят у жителей Нижегородской области. Бесплатное тестирование на антитела пройдет в регионе с 23 по 30 июня. Граждан, у которых проверят наличие иммунитета, определят с помощью случайной выборки, в которую войдут дети от года и взрослые. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных на сайте Управления Роспотребнадзора. Если анкетируемый будет соответствовать критериям включения на тестирование, он получит на указанную в анкете электронную почту уведомление с регистрационным номером приглашения сдать кровь на анализ. Заявки на сайте Роспотребнадзора региона оставили уже более 1200 жителей области. По состоянию на 22 июня в регионе зафиксировано 15774 случаи заражения коронавирусом. За сутки выявлено 219 новых больных, 3 человека стали жертвами болезни. Всего выздоровело около 8500 нижегородцев, 201 человек погиб. В Сарове за выходные зарегистрировано рекордное количество новых больных – 76. Из них 42 выявили в субботу. 43 саровчанина госпитализированы в КБ номер 50. Из них 11 – средней степени тяжести. 8 жителей нашего города лежат в Помц. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 120 человек. Меры профилактики остаются те же – избегать людных мест, носить маски в общественном транспорте, магазинах и учреждениях. Чаще мыть руки. При появлении любых симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни 27 миллионов человек. Погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 22 июня Россия скорбит по всем, кто ценой жизни защитил в те суровые годы свою родину. Они пережили ужасы блокады, бомбежки, голод. Выжили, выстояли и потом поднимали страну из послевоенных руин. Поэтому многолетнюю традицию изложения цветов к вечному огню участники городской организации «Дети войны» не стали нарушать даже в условиях режима повышенной готовности. В масках, перчатках они прошли привычным маршрутом от Дворца детского творчества до Вечного огня. Мы собрались для того, чтобы вспомнить тех людей, которые погибли ради того, чтобы сегодня молодое поколение жило счастливо и спокойно. Для них этот день священный. 22 июня 41 года все дети Советского Союза вмиг стали взрослыми. Проводив на фронт отцов, а иногда и матерей, они приняли на себя заботу о своих сестрах и братьях и стали работать наравне со взрослыми. И воспоминания эти очень тяжелые. В начале первых годов войны мы, поскольку уже еще молодые, большие работы нам, конечно, не доверяли, но мы на прополке, на сельскохозяйственных работах. Бабушки и дедушки, большинство из которых по 80 и 90 лет, преклонили колено и возложили цветы в память о тех, кто погиб, сражаясь на фронтах, в концлагерях. Работал в тылу и делился с ними, тогда еще мальчишками и девчонками, куском хлеба. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В Сарове торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы, пройдут 26 июля. В этот день организуют акцию «Бессмертный полк», военно-историческую реконструкцию весной 45-го, фестиваль полевых кухонь. Будут работать другие развлекательные площадки. В случае осложнений эпидемиологической обстановки в Сарове торжественные мероприятия перенесут на более поздний срок. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Четвертый класс пожароопасности лесов и торфяников сохраняется в Нижегородской области. МЧС прогнозирует, что может увеличиться количество очагов и площадей природных возгораний. Огонь может распространиться на населенные пункты линии электропередачи связи. Специалисты рекомендуют жителям региона быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Нельзя сжигать мусор на садовых и дачных участках возле леса. Нельзя разводить костры в лесах, курить, бросать горящие спички и окурки. День молодежи в этом году пройдет в онлайн-формате. На 27 июня запланирован первый молодежный онлайн-форум Нижегородской области «Команда изменений» и молодежный онлайн-фестиваль «Молодежный уикенд». Подробности в паблике ВКонтакте «Молодежь Нижегородской области». Если работодатель откажется оплачивать сотрудникам выходной день 1 июля, когда в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию, его могут оштрафовать. Если такое произойдет, надо подавать в суд и защищать свои права, советуют в парламенте. Действия работодателя можно будет оспорить и взыскать то, что положено. Напомним, 1 июля – нерабочий день с сохранением заработной платы. 24 июня также объявлен выходным днем. Горожане облюбовали еще одну территорию для неспешных прогулок в свободное время. Участок набережной реки Сатис от улицы Садовой до понтонного моста преображается на глазах. Это приложение комплексного освоения территории строительной компании «Саровинвест». О планах застройщика по благоустройству нового пространства расскажем в следующем репортаже. В последние несколько лет активно развивается современное городское пространство. Набережные на территории поймы реки Сатис стали любимым местом отдыха саровчан. Жилой комплекс «Саровская ривьера» часто мелькает на снимках жителей города и рекламных фотографиях. Как мы видим, «Саровская ривьера» сформировала новый образ жилой застройки городов Русатома. И уже стала визитной карточкой города. Это очень важно для компании «Саровинвест». Новый микрорайон влился в городскую среду и включен в избирательный округ номер один. Набережная от улицы Садовой до понтонного моста стала логичным продолжением проекта по благоустройству. Ухоженные деревья и газоны, дизайнерские лавочки, живописный вид на реку. Что еще нужно для неспешных летних прогулок с семьей или друзьями? Здесь мы с вами видим, что уже практически завершены работы по благоустройству пешеходной набережной на участке от улицы Садовой до понтонного моста. Сейчас уже ведутся работы по формированию и укреплению береговой линии, по той же самой технологии, с использованием губионных конструкций. Ведется планировка участка. Застройщик рассчитывает закончить работы по благоустройству набережной к концу лета. После этого в планах установка спуска к воде для отдыхающих и пирса для катания на лодках, катерах и катамаранах. Многих интересует вопрос, возможно ли объединение этих двух набережных? Да, этот вопрос прорабатывался. И, в общем-то, большое значение в этом имеет желание администрации города Сарова и правительства Нижегородской области в развитии городской территории. Нами в адрес администрации уже направлялось предложение по реализации инвестционного проекта, частью которого является обязательство по обустройству пешеходной связи на участке от Саровской ривьеры до данной набережной с целью объединения в одно пространство. Но, к сожалению, на данный момент никаких решений не принято. Объединение набережных позволит саровчанам перемещаться с одной части в другую по единой пешеходной зоне. Пешие прогулки, катание на велосипедах, чтение книг на свежем воздухе, йога и рыбалка. Современные микрорайоны многоквартирных домов и таунхаусов от застройщика Саров Инвест представляют современное пространство для отдыха жителей города на любой вкус. Дарья Кузина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В Сарове прошло очередное заседание Городской думы. Депутаты обсудили изменения бюджет города, льготы арендаторам муниципального имущества, налог на имущество физических лиц. Также речь шла о назначении выборов депутатов нового созыва. Из-за пандемии заседание прошло без приглашенных. О решениях, принятых на сессии, нам рассказал заместитель председателя Городской думы Антон Ульянов. Для поддержки пострадавших от пандемии отраслей бизнеса из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей. Деньги направят на оплату труда работников, коммунальных услуг организации, поддержку самозанятых граждан, управляющим компаниям на приобретение дезинфицирующих средств. Из местного бюджета выделено более 7 миллионов рублей на возмещение части затрат комбината школьного питания «Бань-Сарова» по оплате труда и коммунальных услуг. Еще один важный вопрос, который рассмотрели депутаты, установление льготной арендной ставки для предпринимателей, арендующих муниципальные помещения, в дополнение к уже имеющейся отсрочке по платежам. На 30% снижена арендная ставка с апреля по июнь месяц. Сейчас мы видим, что экономика начинает понемногу оживать, предприятия открываются, например, сейчас уже кафе и рестораны могут в Нижегородской области работать, другие предприятия, магазины с определенными условиями, бьюти-индустрия, вот у нас нашумевшая ситуация была в городе. То есть все это оживает, работает, и сегодня уже, может быть, с июля месяца нет необходимости в этих мерах поддержки. Есть и предприятия, которые пока открыться не могут. Это фитнес-центры, агентства праздников, кинотеатры. Некоторые из них находятся на грани банкротства. Для этих сфер бизнеса дополнительно проработают меры поддержки. Еще из важных, интересных решений к сегодняшнему заседанию – это присвоение нового имени новой улицы города, это проезд Актямова, это человек, который возглавлял много лет нашу дивизию здесь, которая охраняет город. Такая улица теперь появилась в городе, она находится недалеко от речного переулка. Кроме того, народные избранники назначили выборы депутатов городской думы 7-го созыва. Они пройдут 13 сентября. После этого Саров перейдет на одноглавую систему управления. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Очнулся в больнице с черепно-мозговой травмой. Мужчина поступил в приемный покой КБ номер 50 с раной головы и в состоянии сильного алкогольного опьянения. Искать преступников не пришлось. Пациент заявил, что не рассчитал дозу спиртного, упал и ударился о бетонную плиту. Чем еще запомнил с минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Употребление больших объемов алкоголя под палящим солнцем стали не лучшим времяпрепровождением для двух мужчин. Мирная беседа постепенно перешла в разговоры на повышенных тонах, а потом переросла в словесную перепалку. А когда аргументы закончились, в ход пошли кулаки. Граждане просто сидели, распивали алкогольные напитки, в результате чего конфликт произошел, какой-то личностных отношений. Один другому нанес удар, в результате чего он упал, ударившись, получился тверсень головного мозга. Сотрудники полиции установили личность одного из вандалов, который краской из баллончика рисует на городских объектах. Также с помощью записи с камер видеонаблюдения устанавливают личности людей, осквернивших доску почета на площади Ленина. Веществом красного цвета закрашены глаза полосой. На всей доске почета также изображения черного цвета нанесены. Объект привели в порядок, и уже практически не видно следов краски. На дорогах произошло 7 ДТП. Обошлось без раненых. Владельцам надо будет восстановить только свои автомобили. Операция сотрудников ГИБДД по выявлению пьяных водителей за рулем, которые традиционно проводятся в субботу и воскресенье, на этой неделе пройдет на несколько дней раньше. Так как 24 июня будет выходной, то ловить нетрезвых водителей стражи дорог будут во вторник и среду. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Саровчанка приняла участие в самом масштабном телевизионном музыкальном проекте для подростков. Воспитанница вокальной школы студии «Дива» Анжела Доронина прошла отборочный этап и стала участницей битвы талантов на телеканале НТВ. Из-за пандемии съемки пока приостановили. В планах у юной вокалистки стать победительницей «Дельфийских игр», которые пройдут осенью в Омске. С благодарностью к педагогам детской школы искусств и с надеждами на покорение новых музыкальных вершин под руководством нового наставника. Анжела Доронина уже год занимается в вокальной школе-студии «Дива» при Центре культуры и досуга в НИЭФ. За это время она приняла участие в одном из самых масштабных проектов для подростков – «Битва талантов» на НТВ. Мы не имеем права раскрывать все секреты. Могу сказать одно, что мы прошли все отборочные туры и съемки уже у нас прошли. А там, когда выйдет проект, все увидите. В планах участие еще в одном проекте – международных соревнованиях молодых деятелей искусства «Дельфийских играх». В этом году проект посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и будет проходить по 50 номинациям. Соревнования должны были пройти весной, но из-за пандемии их перенесли на ноябрь. Это прототип Олимпийских игр, куда едет также делегация, которая представляет страну. Значит, Анжелу выбрали в номинации «Эстрадный вокал». Мы представляем Межгородскую область. Анжела с раннего детства параллельно с учебой участвует в различных творческих конкурсах. Старовчане помнят ее задорное исполнение песни про Любочку на проекте «Голос дети». Василина Данченко считает, что успех ребенка зависит не только от природных данных, но и от вклада в развитие этого таланта педагогов и родителей. Мама – это тот двигатель, благодаря которому существует Анжела. То есть мы, учителя, это школа, да? А мама – это создание проектов, постоянное выискивание конкурса. Еще раз говорю, этим занимаемся не мы. Я могу, безусловно, предложить, скинуть какую-то информацию, проходит тот или иной конкурс. Но вот мама Анжелы – это реальный продюсер. Из-за пандемии коронавируса репетиции приостановлены. И педагог со своей воспитанницей не могут полноценно готовиться к дельфийским играм. Но Анжела полна оптимизма, что ограничения скоро снимут, и жизнь войдет в привычную колею. А пока еще свежи воспоминания о битве талантов. Не могу сказать, что прям очень легко, но и не могу сказать, что было очень сложно. Было средне, но могу сказать, что на кастинге собрались безумно сильные ребята. Были и финалисты «Голосы», и «Ибровидение», и «Битва талантов». В кастинге приняли участие более 10 тысяч детей. Лишь 173 человека прошли в последний отборочный тур, и только 45 стали финалистами и приняли участие в съемках. В роли наставников выступили звезды российской эстрады. В какой команде оказалась Анжела и по чьим руководствам выступала, узнаем в эфире телеканала НТВ. Закажите любимые блюда из ресторана «Прайм» с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru Редактор субтитров А.Семкин